Те вызовы, с которыми сейчас сталкивается мое государство, они просто огромные, они очень изменились за последние два года, поскольку мы стали жертвой российской агрессии. И с этой точки, скажем так, начинается совершенно другой отсчет, и не только в наших отношениях с нашим бывшим стратегическим партнером, но и эта определенная точка в наших отношениях с Великобританией. В чем я считаю, мне повезло? Это в том, что не только правительство в Великобритании, но и общественность реально осознают состояние вещей в Украине и вокруг событий в Украине. Мне не нужно доказывать, как многим моим коллегам в некоторых других европейских странах, кто является агрессором, кто жертвой. То есть я прибыла в страну, где реально люди понимают состояние вещей. Моя задача показать картинку Украины не только как жертвы агрессии, а постараться рассказать историю Украины как европейского государства, которое будет экономически процветающим, демократическим, социально защищенным. И вот в этой связи, конечно же, я надеюсь, что те реформы, которые сейчас начаты правительством и властью, они принесут реальные результаты. И мне будет что показать моим британским коллегам. Готовы ли вы будете к нормальным рабочим отношениям с послом России, который, возможно, не всегда будет разделять ваш взгляд на вещи и на роль Москвы и Киева в выполнении Минских соглашений? Скажу вам сразу, что, и это абсолютно точно, что я не собираюсь избегать таких встреч. Почему? Потому что, кроме того, что нам нечего скрывать и нечего стыдиться, у нас еще есть очень много общих тем, в том числе и с российским послом. Как, например, реализация Минских договоренностей, под которой, кстати говоря, поставил подпись сам господин Путин. Их реализация, то обязательства, которые были взяты в рамках Минских договоренностей, это, так сказать, широкое поле для наших обсуждений. Ну и плюс добавлю, что Украина никогда не исходила из каких-то предубеждений или комплексов, или предрассудков по отношению к российскому народу. Но мы не принимали и не примем российскую агрессивную политику, которая направлена на то, чтобы диктовать Украине свои условия. Как ей жить, в какой союз ей вступать, с кем ей развивать экономические отношения. То есть, как только изменится эта политика, я более чем уверена, что у наших стран появится шанс на то, чтобы, по крайней мере, подумать над восстановлением предыдущих отношений. Если говорить о британском обществе в целом, то здесь дебаты гораздо более глубокие. И господин Путин, поставив подпись под Минскими соглашениями, по мнению экспертов, законсервировал конфликт в Донбассе. И, приняв участие в компании авиаударов в Сирии, вообще стал участником, сделал Россию участницей международной коалиции против так называемого исламского государства. Не боитесь ли вы того, что общественное мнение в той же Британии начнет постепенно забывать о Украине? Что вы будете делать, чтобы этого не случилось? Скажу так, что в этом как раз и тоже наша задача и как страны, и дипломатов, и моя как посла о том, чтобы действительно ни общественность, ни власть в Британии не забывали об Украине. Хотя сразу оговорюсь, что у меня нет таких опасений. Даже несмотря на то, что мы можем наблюдать, что газеты, допустим, изо дня в день уделяют Украине все меньше внимания, это не значит, что Украина как таковая ушла из повестки дня той же британской внешней политики. Это совершенно не так, и мы это безоговорочно чувствуем и в Брюсселе, когда действительно, как вы упоминали, обсуждаются санкции, и когда обсуждаются в международных организациях статус и позиция по Крыму. То есть здесь, безусловно, мы всегда чувствуем вот эту последовательную политику непризнания оккупации Крыма, поддержки Украины и, естественно, противостояния российской агрессии. Наша задача, скажу еще раз, это действительно иметь в том числе и положительные сигналы не только о том, какие события развиваются на востоке Украины, но и положительную картинку об Украине, чтобы действительно заинтересовать и британского читателя, и британскую общественность. И показать, что наряду с многими негативными событиями вокруг Украины, мы все-таки стараемся делать то, чтобы использовать даже войну, как шанс для изменения реформирования государства, которое, увы, всегда болезненно, и в том числе в случае с Украиной.